Не знаю, как будет называться это видео, типа ТикТок все портит, ТикТок все испортил, уничтожает там творчество, наследие. Если вы согласны с этим высказанием, то это видео определенно для вас. А если не согласны, то вполне можете посмотреть тоже. Есть ТикТок и это площадка, на которой подростки всякие выкладывают свои видео, в основном они смешные. Этот ролик посвящен музыкантам, о которых я говорил здесь на канале. В принципе, это можно вообще как-то переносить на что угодно, что было задето в ТикТоке, как-то, так скажем, высмеяно. Но при этом это было что-то такое величественное, возвышенное, высомое, значимое для большого количества людей. Очень много людей пишут и там, и сям. Какая же эта хрень, как вы посмели, как вы можете там трогать Егора Летова, позорить его. Вот буквально сегодня у меня был комментарий под роликом, где каверы на Егора Летова в стиле рэп. Был такой комментарий, некому защитить Егора. И у меня возник вообще просто вопрос. От кого защитить? От рэперов, которые делают каверы на него? От кого? Это просто другие люди. Точно так же с ТикТоком. Это просто их самовыражение. Но умеют они выражаться так. Егор Летов пел, ну скажем, рок пел рок. А они могут делать смешные ТикТоки. И в чем проблема? У меня возникает очень большой такой вопрос. Вам не кажется, что вот какие-то жалкие, так скажем, жалкие ТикТоки, по сути, видео на 20 секунд, не могут в принципе испортить, как-то омрачить, как-то незаверную, так скажем, с высот. И просто примять все заслуги того человека, которым вы восхищаетесь. В частности, Егором Летовым или Михаилом Горшневым. Если вы считаете, что их наследие, заслуги так легко перекрыть, перебить какими-то смешнявками в интернете, то, может быть, собственно, эти люди ничего такого и не сделали. Творчество не было таким уж сильным и таким значимым. Если вот просто пошутил про Летово в психушке какой-то парень лет там 10. Или какая-нибудь девочка там пляшет под песню Король и Шут. То все, типа, и кто-то запачкал честь этого артиста. Да серьезно? Я думаю, что все-таки нет. Может быть, это и было бы актуально, как минимум, если бы эти артисты были бы живы. Хотя бы, хотя бы живы. Вот тогда можно было бы об этом как-то серьезно рассуждать. Так вы сами себе противоречите и просто опускайте всех тех, кем вы восхищаетесь, до какого-то уровня непонятно чего. Понятно, что любая личность, которая что-то творит, ее можно задеть, обидеть. Типа, художника обидеть может каждый, так же с музыкантом, с поэтом и всем, кем только можно, кто создает хоть что-то. Но эти люди как бы уже ушли и ими восхищаются, наверное, миллионы. Так, о чем тут вообще спорить? За что вы воюете? Не очень ясно. Задумайтесь об этом. Это, так скажем, дань уважения тому артисту, его творчеству. Пусть и не в самом лучшем виде эта дань дана, но, тем не менее, она есть. Кто-то посмотрит вот эти вот тиктоки, там, где какая-нибудь девочка-феминистка плачет под куклу колдуна, и он подумает, а что за песня? И пойдет послушать, там, ну, послушает, там, не знаю, мертвый анархист и еле мясо мужики. А потом, может быть, он проникнется настолько, этот самый человек, что он пойдет дальше слушать и узнает больше. И будет точно так же, как вы или как я слушать эту группу, будет так же и восхищаться, и радоваться ей. Также в этой истории есть и другой вариант развития, человек, который делает вот эти вот самые смешнявки. Просто потому, что у него пока такая культура, такой у него уровень развития. В какой-то момент он же все равно будет развиваться, будет понимать, вникать. Если он уже шутит об этом, ему же все-таки захочется, опять же, как я говорил, понять, а что это такое. И он уже будет делать что-то другое. Но это я утрирую, конечно. Есть у меня хороший пример, но я не знаю, как там с человеком, что было. Я не знаю, на самом деле, понимал ли человек, что Летов имеет такой большой вес для культуры, значение. Но изначально он делал такие ха-ха-ха смешнявки. Это вот пример реальный из жизни. И на ютубе это канал Михаила Пирогова. Изначально у него были ролики типа, Егор Летов рекламирует KFC, там какая-то такая нарезочка. Потом довольно забавный момент, где Каркарыч поет. А вот сейчас, не так давно, я не знаю, когда там, неделю-две назад, наверное, он выкладывал ролик, посвященный группе Пасева. Он, в принципе, сделал небольшую такую биографию. Он посмотрел, кто там был, когда был, куда делся и так далее. И вот это вот показывает то, что люди, которые сегодня там могут шутить про Летово, они завтра могут что-то сделать, что-то привнести. И вот, например, такого ролика про посев не было. Да, про посев говорилось в фильме «Здорово и вечно». Но не каждый пойдет смотреть этот фильм, который идет там около часа. А тут, хоп, на ютубе ролик идет всего 10 минут. Он тебе попался в рекомендации, и ты посмотрел, и это здорово. Человек уже привнес что-то, хотя изначально, как бы, от него, наверное, никто такого и не ждал. До сих пор ему пишут, мол, сделай ролик, где Егор Летов 10 часов там поет, не знаю, там, хорошо, вот это вот что-нибудь такое. Вот, пожалуйста, пример. Кстати говоря, ТикТок развивается. Я им заинтересовался, примерно, около года назад, но там была такая чушь, там были всякие челленджи и какие-то, собственно, детские танцы. Вообще ничего не было. Было что-то типа Вайнов. Сейчас там уже есть и про Егора Летово, есть информационные ролики, что, между прочим, ну, неплохо. ТикТок развивается. Точно так же было с Ютубом. Ютуб изначально тоже был про котиков. А сейчас здесь куча всего. Есть своя тематика, есть там про гитары, есть про рок-музыку, есть про футбол, есть про прочее, прочее, прочее. Тем куча. И точно так же будет с ТикТоком. Он уже к этому стремится. Если хотите, можете посмотреть пруфы, так скажем, пруфы. От умных, знающих людей это подкаст с Максимом Плюс 100500 и Александром Пушиной. Они там практически весь подкаст обсуждают развитие ТикТока. А касательно того, зачем я снимал видео, посвященное ТикТоку, вот про Горшка и про Летово, сейчас я вам все-таки расскажу. Хотя я не уверен, что здесь будут люди, которые мне писали там злобные комментарии. Насчет Летово, да, первый ролик был. Я просто хотел показать, что находится в ТикТоке на эту тему. Что вот есть про Летово смешнявки, есть плохие смешнявки, есть там искусство, так скажем, творчество. Вот, мы это все посмотрели, у меня не было никакого предвзято мнения. Просто хотел показать, потому что я понимаю, что аудитория, которой нравится Егор Летов, она немножко, ну, не в ТикТоке в основном. Про Король и Шут была совершенно другая история. Я просто хотел показать, что есть, но при этом комментировать, ну, максимально токсично. Что-то мне захотелось, вот, какой-то на себя такой образ примерить. Поэтому, если вы посмотрите, например, видео про Летово и про Горшка, это будут немножко разные видео. Потому что во втором я более комментирую, более злостно, и каждый мой комментарий несет в себе что-то. Но это сугубо реакция на ТикТок, на вот эту вот маленькую мысль, которая в нем заключена, и она никак не проецируется на людей, которые там находятся, так скажем, за экраном. Типа, мне вообще пофигу, кто из них кто, что слушают, что делать по жизни. Это вообще делать десятые. Может быть, это даже смотрят плюс-минус подростки, которые там сами это снимают, детишки какие-нибудь. Но, тем не менее, если они это смотрят, они могут также на моем канале прийти, посмотреть другие видео. По крайней мере, вот у меня несколько аргументов насчет того, что вот эти все смешнявки с ТикТока, это не такая уж страшная вещь, не стоит ее бояться. Наоборот, это хорошая вещь, которая показывает, что молодежь приходит к тем же вещам, где сейчас находитесь вы. Да и я в том числе, просто речь больше не обо мне. Если вы каким-то образом смотрите этот ролик, будучи неподписанным на канал, то можете подписаться. Можете посмотреть другие мои ролики, а уж тем более посмотреть обзор на ТикТоке. Это вообще как бы самое логичное такое действие будет после этого видео, если вы их не видели. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok